...попугать, создать углевую, убрать углевую... ...привычную углевую... Что скажи? Ну, когда пришла лично, сразу тоже вступили, у меня уже привыкла всего собака. Вот, и я начала... ...собаку? Ну, у меня есть, ну, высока первая реакция у меня была, она, значит, сначала вообще, ой, где-нибудь уходи, то есть сразу вот, ну, даже боялась на улице. Но потом, я не могу сказать, что она всё правильно делала, потому что она спешила, там, она была в контакте, посидеть, 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 вот. Но, тем не менее, после всего того, что я это делала, она уже говорила, ну, как ты вышел на них на улицу, да, в углу? Ты будешь играть со собак? Да, в углу. Но не было вот того вот первоначального... ...больничества. Да, вот, да. Вы вообще меньше всего служители школам проводили. Да. 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 Потому что человек может говорить, да, ну, вроде лучше, но всё хорошо. Это неежливые люди. Это неежливые люди. Ну, что, ну, к примеру, на прошлой неделе, да, девочка очень понравилась мышью, но, при этом, да, когда она сказала, какие-то, да, закусики, ты перетаскиваешь, и это не надо абсолютно споркурировать тело. Совершенно. Вот так или вырвает? Да. То есть на уровне сознания, мы помним, никто не обменял обманывающего, да, мы помним о том, что собака укусила, что это было больно. Ну, и всё, это на уровне события. А что перестало существовать? Словая компульсия. Здравствуйте. Как это называется? Компульсивная реакция. Да и так. Где бы назвался анестезия, да? Это вот такие, кто помнит свой вопрос анестезии? Удобность? Очень кино вспоминаю, какая была эта вторая степень была, или если мне не помнится. Синстезия. Когда кто-то говорит, там, холодная нотка, или холодный цвет, или там, веселая нотка. Помните, да? Горящее такое слово. Словное слово. Помните, эти выражения не в пыту есть, как устоявшиеся выражения языковые. Что это означает? Это означает, что демонстрация в одном из каналов восприятия мгновенно вызывает активизацию второго канала восприятия. Кто-то говорит, цвет холодный. То есть, зрительно тут же связалось с чем? С ощущением, да? Какими цветами? Ну, я просто разорвала свет холодный, и какая-то... И твоя хруппа. Холодный свет, тёплый свет. Цвет. Нет, тёплый свет ещё как-то говорит, он вкладывается, а холодный, разорвало свет и холодный. Холодный свет. А что разорвало? Да, оно разорвало. Проверила ли статически, разорвало или нет? Кто-то проводил исследования на всех разных там талантливых людях, а Динс, он ещё и по всяким там дневникам, он считает, что люди, которых мы называем гениями или величайшими талантами, они часто образуются в анестезии. И быстрые переходы из одной модальности в другую способствуют тому, что мозг активизирует сам себя невероятно. Задействуют все-все возможности, которые ему доступны в данный момент. Одна из таких возможностей, это возможности из себя при помощи образования чего? Фобической связки. Да, что нам нужно сделать? Нам нужно просто расснять эту связку. Но всё остальное, это украшалки, антураж и так далее. Да, когда мы в технику, кинотеатре, и можно сделать не в кинотеатре, ну, как показывали, да, и можно сделать как угодно. Но самое главное – раз и два. Всё и больше ничего, собственно. Мозг наш, ему всё равно, чем учиться. Я не знаю, как вам говорили, у меня есть это выражение замечательное из телевизионной передачи, да, «Научение плохого». Так вот, кто так говорит «научение плохого»? Это говорит наше субдение. Вот это плохо, вот это хорошо. Вот это нравится, вот это не нравится. Мозг абсолютно всё равно. Ага, ты хочешь мне предложить такую последовательность, видеть собаку бояться? Ага, так же так. Я учусь. Чему не научишь, я всего научусь. Вот так можно сказать. Это мы потом оценим. Научились, ну, плохого или хорошего. Так же можно научиться хорошим. На время, там, я не знаю. Вижу яблоко, а отпускаю всё. Хаучка. Помогает пищеварение. Да, или там сто пенол распускаю всё. Вот это не помогает пищеврению, настроение овощи. Вот механизм образования. Хорошо. А почему мы спросили о том, что было на после субдения? Потому что мы собираемся сегодня вместе с Виной, как вы говорите, магазин оставить посетителями магазина. Это магазин, в котором продаются техники, приёмы, модели. Мы сейчас... Сколько у нас было? Две? Хорошо. Мы сейчас предложим вам образовать две группы. Вы, пожалуйста, подумайте. Как именно вы собираетесь продавать приёмы, техники и модели МОП, совершенно неадаптированные. Вот представьте себе, вы менеджеры вот этого вот магазина. Или, я не знаю, хозяева этого магазина. Ваша задача заработать денег на этом. И для того, чтобы вы заработали денег, вам придётся уговорить кого-то, чтобы купить. Ну, не у кого-то, а в чат-летенанстве. У нас двоих, вернее, не совсем точно так, а персонажей, которые мы будем изображать. И мы будем изображать совершенно неадаптированные персонажи. Понятно? Скажите, вот так что понятно? Или нет, не понятно? Что делать? Смотрит. Вот так, да? Смотрит. Смотрит. Хорошо. Тогда часть разгадки. А что нужно сделать для того, чтобы неадаптированный клиент, неадаптированный покупатель это требует? Ну, это первое. Показать, как это действует. Для интересного. Можно показать, как это действует. Если у тебя хватит времени, а у меня желание рассмотреть. Ну, в принципе, да. Ещё что? Я не знаю. Ну, ты сказал, что сделать, а как это сделать? Сказать, чтобы получить результат. Ну, как, например, да. Для начала флитинских двухах турнира. Если четверо на матрии, ценишься в том контексте, в который мы находим. Это можно сомневаться. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Саша, что еще раз. Ну, для начала необходимо определить тех кто-то мертв. То есть, в какой у нас принимает? Как это делаете делать? Ну, с помощью тех кто-то мертв. Кто из вас работал хотя бы раз в саде с клиентом с покупкой? Я это делаю неоднократно, а с удовольствием. Показать вам в будущем. Если мы начнем мета моделировать с самого начала, мы с ним включим. А мы вдруг обнаружим абсолютно пустой зал. Внезапно. Внезапно. Увлекшись мета моделировать. Внезапно. Это, наверное, ключевое слово. До почвы или по-любому простым человекским языком. Мы как-то так будем оставлять для собой право решать, кто там именно продал техники, методики и так далее. Ну то есть у нас плата немного, да, то есть все не будет. Нет, ну что, если захотим, то у деньги мы можем идти. Да? Где? И у меня нет. Я буду очень-очень выбрать. Хорошо. Итак, мы с вами, давайте договоримся вот так. Вы образовываете две команды и у вас будет сколько, 10 минут? Хватит? Да. Хватит. У вас будет 10 минут. В течении 10 минут вы, пожалуйста, придумайте, что именно вы будете продавать. Это могут быть разные приемы, разные техники, разные модели, да, не знаю. Выберите по турбингу, да? Ну, может, да. Или мало. Давай пусть и не сами может определяться. Хорошо. А приемы. Чтобы у вас был какой-то вариант, правильно? Мы хотели бы, да, как это, что-то ассортиментик у вас есть, да? Мы хотели бы, чтобы у вас было несколько вариантов, чтобы вы могли с кем поиграть. Пусть у вас будет свобода, пусть у вас будет пространство. Да, ну хорошо, это не нужно, а вот у вас вот это есть. Подумайте, как вы станете это предлагать, а мы не скажем, какие роли будут. И непонятно, будем ли мы в одной и той же роли. У нас будет несколько раундов. У нас будет несколько раундов. Да. И в другом магазинчике вы видите с другими персонажами абсолютно. Это будет такой сюрприз для вас. Ага. И вы, пожалуйста, решите, кто именно, может быть, один человек, может быть, вы всем скобом будете, может быть, в как-то раз медитировали, вообще не знаю, как-то. Ну, в любом случае, это командная все-таки игра, поэтому старайтесь, чтобы каждый поучаствовал. Не в том смысле, что ты у нас тут крепкий, давай, пошел, пошел. Давай, а все остальные... Слышно, я же молчат и не отсвечиваю. Нет. Представьтесь, вам жизненно необходимо вот сегодня заработать, продать там какую-то технику, прием или модель, и от этого зависит просто вашу. Именно так, наверное, и надо тренировать клиентов. Ну, Виктор же шинит, точно, да, и что-то нормально, и меня тоже в перенесении забыли. Я бы сказала, что он задаст деньги. Что деньги есть, да. Хорошо. Это задание понятно, скажите, да? Давайте тогда на две команды делимся, и у вас есть какое-то время, чтобы подготовиться. А мы подготовимся. 10 минут. Ну и да. Хорошо. Спасибо.